И еще об одном торжестве, на этот раз светском. Октябрь открывает праздник, который обращен к людям старшего поколения. Это День пожилого человека. В Калязинском районе много лет живет традиция открытка в дом. Во время этой поздравительной акции именные открытки с добрыми словами и пожеланиями главы района для людей старшего поколения доставляют адресатам школьники, студенты, сотрудники администрации района и сельских поселений. Подробности у нашу корреспондента. В честь людей старшего поколения праздничный концерт прошел в районном доме культуры Калязина. Все номера были посвящены ветеранам, людям старшего возраста. Именно они собрались в зрительном зале. Внимание и заботу старшие люди должны чувствовать не только по праздникам, но и каждый день, отметил в своем поздравительном слове глава района Константин Ильин. С Днем мудрости и добра, который празднуется уже много лет, 1 октября. И, конечно же, в этом зале мы, которые заслужили этот праздник, не только, чтобы мы участвовали в этот день, но и всегда. Кроме того, состоялась церемония награждения активных членов ветеранских клубов. Среди выступавших артистов на концерте было немало и тех, кто сам отмечает этот праздник. Но, глядя на их силу творчества и талант, у них можно многому научиться и зарядиться их энергией. В этих танцах буквально участвуют все мышцы. И это очень важно. Суставы, мышцы. У всех они в этом возрасте начинают болеть и так далее. А у нас ничего не болит. Одним из трогательных моментов праздника стало честование колязинского гармониста Евгения Николаевича Ульянова из деревни Пенье. Недавно он отметил 70-летие. А теперь готовится представить район на фестивале сельских коллективов народного творчества. Здравствуй, провинция, которая пройдет 15 октября в Конакове. Отношением к старшему поколению и детям определяется нравственная зрелость любого общества. Как дерево сильно своими корнями, а жизнь страны своей истории. Так и общество зависит от неразрывной связи поколений, соблюдения традиций, нравственных и духовных устоев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!